Акцент этой недели дороги, дворы, тротуары, сезон ремонта и строительства официально завершен впервые в торжественной обстановке, а мы впервые транслировали это в прямом эфире. Я тут собрал ключевые моменты дорожного сезона, сейчас будут подробности. Здравствуйте! Продолжение следует... 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 в самый разгар сезона – это дорога к дачам в Северном районе. Она же часть кольцевой. В этом году специалисты УДС сделали один участок, его протяженность чуть более двух километров. Проезжая часть уже в твердом покрытии. Об этой дороге главу города Андрея Воронова просили сами дачники, и она же необходима для дальнейшего развития нового Уренгоя. Город будет разрастаться именно в Северном районе. В связи с дефицитом земли на южной части города, под многоквартирное строительство, малоэтажное строительство, мы понимаем, что рано или поздно мы перейдем в западную объездную и будем расширяться только на северной части города. Поэтому эта дорога не просто к дачам, это большая кольцевая дорога, которая соединит несколько северных районов, которые, безусловно, будут ходить дачные кооперативы, которые сейчас существующие, участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных и многоэтажное строительство новых микрорайонов современных. Продолжилось обновление транспортной инфраструктуры Карачаева. Тут Уренгой Дорстрой капитально отремонтировал дорогу на улице Портовой, также подрядчик построил тротуары и подсветил улицу. В общем, объем работ специалисты Уренгой Дорстроя в этом сезоне выполнили огромный. А теперь, внимание, рецепт производственных успехов. Его добыла моя коллега прямиком у одного из виновников торжества. Мы все-таки это сделали. Был очень жаркий сезон, в прямом смысле слова. И погода нам помогла, и объемов было очень много. Но мы, в принципе, все сделали, что планировали. С каждым годом мы увеличиваем количество техники и работаем с персоналом. Поэтому уже столько, сколько лет мы на рынке, уже у нас все налажено. Поэтому сильных проблем не было. Главное, все правильно спланировать и работать. Огромный объем работ выполнен на Сибирске. Это заслуга специалистов компании ТНК. Этот подрядчик трудится в Новом Уренгой относительно недавно. В этом году объем выполненных дорожных работ предприятия составил почти 8 километров. Ключевые объекты – реконструкция улиц Геологоразведчиков, капремонт Сибирской, проездов на Ленинградском, юбилейной, молодежной. Устройство площадки для ярмарочной торговли на Сибирской. В этом сезоне специалисты ТНК также отремонтировали проезжую часть на Сибирской на отрезке от Крайней до Ямальской. Это чуть более 1 километра 800 метров дороги. И обустроили более 3 километров тротуаров вдоль этого участка. А также установили дополнительные уличные фонари. Сделать это удалось благодаря смелому решению городской власти. Изначально ремонт участка от Новой до Ямальской в этом году не планировался. Ну и, конечно, помог профессионализм подрядчика. Я уже говорил, мы на самом деле в этом году не планировали Сибирскую делать. На свой страх и риск пошли. Это нам... Мы должны были просто провансировать подрядчика, чтобы он закупился в этом году. В следующем году начали. В следующем году работы очень много, поэтому рискнули и участок этот должны сделать. Здесь главная проблема со светом. Сейчас должны решить. В ходе реконструкции геологоразведчиков на одном из участков заменили дорожную одежду, обустроили новые тротуары и также смонтировали 10 опор уличного освещения. Крупный объект ТНК в жилой зоне, капремонт проездов и дворов. Это юбилейная Ленинградский в районе первых домов. Там обустроили тротуары, поставили 30 уличных фонарей, полностью закрыли асфальтом дворы и проезды, проработали варианты отвода талых вод и, что важно, учли просьбы жителей максимально сохранить зелень во дворах. Обновлением дворов и проездов занимались специалисты Уренгойской городской сервисной компании. Объем выполненных работ превысил 10 километров. Хорошим подспорьем стал собственный асфальтобетонный завод. Сейчас дорожники сами расскажут все подробности. В этом году проводили ремонты на улице Сибирская, Тундровая, Петуха. Работали в проезде Минеева, микрорайон Дружба, Оптимистов, Мирный и район детского сада Винеклюзия. На этих участках проводились работы по замене асфальта, обустройству новых тротуарных дорожек, установке нового освещения, нанесению дорожной и парковочной разметки. Также провели рекультивацию зеленой зоны. Общая площадь работ по ремонту на данных объектах составила более 62 тысяч квадратных метров. При работах используем асфальт, произведенный на собственном асфальтобетонном заводе. Он запустился в июле и имеет производительность 120 тонн в час. Также он имеет возможность производить асфальтобетонную смесь по шести разным рецептам. На данный момент произведено более 25 тысяч тонн различного асфальтобетона. Все рецепты после производства пробной партии отправляются в лабораторию, где проверяются на соответствие стандартам. После успешной проверки данные смеси используются при проведении работ по ремонту на наших участках. Также проверку проводят организации, занимающиеся строительным контролем. Они берут пробу использованного асфальта на участках проведения ремонтных работ. В Карачаево специалисты уренгойской городской сервисной компании провели капитальный ремонт проезда на улице Пушкинская, обустроили тротуары и установили 11 уличных фонарей, построили пешеходные дорожки на Ямбургской и смонтировали там опоры освещения. Компания УГСК также занимается текущим ремонтом и содержанием уличной дорожной сети, а еще выполняет важную социальную миссию. Предприятие помогает участникам СВО, поддерживает новые территории России. Кроме того, в компанию входит приют для бездомных животных городок. Вот так в километрах и деталях выглядит завершенный дорожный сезон. Сделано много и планы большие. В их основе видение конечного результата и своевременное планирование. О нем глава города говорил еще летом. У нас уже в этом году, буквально в летний период, будут торгованы объекты следующего года, которые позволят на некоторых участках начать готовиться к сложным улицам, где много сетей, где много переходов, где требуется дополнительные какие-то тоже объездные пути готовить заранее. Хорошая практика. Мы, безусловно, будем делать все, чтобы все эти закупочные процедуры намного раньше осуществлялись. А значит, впереди новые рекорды. План на будущее, продолжение большой дорожной стройки и благоустройства. Задача максимально преобразить город к предстоящему юбилею благодаря поддержке губернатора, смелым решениям местной власти и мастерству дорожников. Это все вполне осуществимо. Но это перспектива, о которой мы обязательно расскажем. А пока у меня на этом все. Увидимся.